Добро пожаловать в Лог Сток! Единственное интеллектуальное шоу, в котором, чтобы выиграть, не нужно быть самым умным. Важно искусно создавать такую иллюзию. Сегодня четверо рискнут здесь 25 тысячами, но только один заберет всю сумму в 100. Это будет кто-то один из них. Встречайте, наши игроки! Спасибо. Здрасте. 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 Разрешите вас поприветствовать. Сходил туда. Олеся, привет. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Игорь, здравствуйте. Я не знаю, знакомы ли вы с любовью. Это любовь. Так выглядит. А как еще? У вас на страже законности в нашей игре любовь. И это очень хорошо. Редко где любовь стоит на страже законности. Правильно? В тюрьмах в основном. В основном. Что? Друзья, у каждого из вас есть по 25 тысяч. Но это пока. Очень скоро трое из вас лишатся денег. Так, рассажу сейчас. А можно сразу вопрос? А где докупаться, если что? Можно докупиться? Ты не докупался сегодня? У вас отключили воду? Можно приехать помыться у меня, конечно. Я не докупался. Здесь грязное все внизу. А у меня тоже вопрос. А это будет Леонид комментировать все? Что за Леонид? Я просто выполнил. Это легендарный человек. Это комментатор медиапокера. У меня просто на ассоциации сработало какое-то в брежневские времена. Не-не-не. Это не то, да? Царь Леонид. Да. Да туда. Я немножко постарше, да. Ну что? Это ставка. Вы готовы сыграть? Да. Из квалифицирования. Кто-нибудь из вас играет в казино вообще? Я постоянно. Есть дело такое. Есть такое дело. Но здесь это может вам не пригодиться. Потому что главное отличие нашего шоу от казино в том, что хоть вы здесь и тоже получаете карты, но вот достоинства вашей карты вы определяете сами. Начнем, пожалуй. Да. Это Локсток. Игра, где делают ставки на свои знания. Но кто реально знает правильный ответ, а кто блефует? В начале каждого раунда игроки делают обязательную ставку. Ведущий задает вопрос, например, сколько раз Леонардо Ди Каприо был номинирован на премию «Оскар», прежде чем выиграть ее. Игроки пишут на карте свой ответ, который нельзя будет поменять. Далее следует круг ставок, в котором игроки, в зависимости от того, насколько каждый уверен в своем ответе, могут либо повышать ставки, либо сказать пас и выйти из игры. По ходу раунда ведущий прочитает еще две подсказки, после каждой из которых игроки также могут повысить ставки или пасовать. В конце раунда ведущий озвучит правильный ответ, после чего игроки вскроют карты. Тот, чей ответ окажется ближе всего к правильному, заберет деньги. В финале игры победитель забирает все деньги. Если вы ничего не поняли, то после первого раунда все станет просто и понятно. Обязательная ставка 500. Агрессивно. Так получается, я пока не ставлю. Ставите все. Почему, если я дилер? Ладно. Так, вопросы все цифрные. Я уверен, что да. Да, все ответы на вопросы. Число пида девятого знака, поехали. У нас, да, пишутся цифрами, записываются цифрами. Это числа, которые мы записываем цифрами. Не буквами, да, не... Нет, ну можно буквами, но число... Не рунами, не... Ну, понятно, что можно. Два, да? Как еще два написать? Какие буквы? Да, извини. Хорошо, ладно. Мы поняли друг друга. Итак, ну что ж. Внимание, первый вопрос. Что-то какое-то страшное вообще. Непосредственно Каха. Ты моя тема. Спасибо. Вратарь галактики. Ёлки. Возможно, вас это удивит, но ни один из этих российских фильмов никогда не получал награду «Оскар». Но история, конечно, знает случаи, когда российский фильм получал эту награду. Отечественный фильм, скажем так. Так вот, сколько советских и российских картин получили премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»? Советские, советские тоже, да? Советские и российские, да. Наши отечественные. Каха точно нет? С какого саш года считаем? С 17-го. С начала нашей эры, давай попробуем. С империи. Ну, смотри, кинематограф появился немножко позже. Да. Премия «Оскар» я не знаю, с какого года вручается. Может быть, нам напишут в комментариях. Пишите нам, с какого времени вручается премия «Оскар». Ну, там, я вот тебе скажу, 100 лет. Это же не добавит цифру тень? Добавит. Да? Написай сейчас уже. Сейчас нужно написать один раз, да. И мы не меняем до конца рамок. Он на тебя смотрит? Да, так же, да. Да, Никит. Так. Ты списываешь или гуглишь? Да у меня очки прозрачные, ой. Зеркальные. Прозрачные очки человек надел. Я думаю, что вот столько. Лог столько. Ну что, все справились? Да. Как будто бы. Как будто бы. Ну что ж, первый круг столовик у нас. Никита, ваше слово. Минимум 500. Минимум 500? Ну, я не буду пока что разгоняться. Минимум чек же. 500. Олеся. Полторы. Полторы. На каких основаниях? Ну, просто. Ты только 100 лет. Оскару 100 лет. Все, это мне было достаточно. По фильмаку в год примерно. Игорь. Андрей. Полторы. Полторы. Три. Три рейс. Никита. Нет, я тогда тоже три. Три кол. Пять. Три кол. Вот это три кол. Вы сейчас что будете? Вот так? Мне аж больно стало на секунду. Извините. Я просто, если честно, не знаю. Но. Пять. Андрей. Пять? Уже пять. Ну, пять, Олеся. Что я сделаю? Я такси не отпускал, конечно. Вот так мы играем прям. Держишь такси? Смотрите, то есть я могу перебить ставку, и вы можете упасть? Правильно? Ну, уже, наверное, нет. Уже, наверное, нет. А если я, допустим, сейчас вылечу и просто весь выпуск сижу вот так? Вон там. На баре. Вот там еще? Еще унизительнее. Мы выгоняем людей. И туда, если что. Я нахуй приехал вообще. Деколирую. Давайте, давайте, конечно. Поделим, попилим. Не, на баре весело. Можно пить. Ну, наверное, я за рулем. Тебе и тут можно. Оно привозит и сюда, да. Я за рулем. Главное, чтобы не поймали. Ну, это имеется в виду в ГТРП, конечно же. Сейчас на первой подсказке Майнкрафт будет прикол. Итак, первая подсказка. Больше семей такая подсказка. Господа, слушаем внимательно первую подсказку. Ровно столько частей франшизы «История игрушек» вышло на сегодняшний день. Блядь. Я знаю. Я могу исправить? Ну, я думаю, ты про игрушки знаешь. Блядь. Если бы сразу про историю игрушек было, я бы жестко тут, блин. Это тебе смотрел все. Да, конечно. Так. Чек не может все. Так не я сейчас. Сейчас Никита. Нет, чек, чек. Когда игрок говорит чек, он предлагает остальным игрокам не делать ставку, а послушать подсказку бесплатно. Чек. Давайте чек. Чек. Игорь. Давайте чек. Давайте чек. Чек, чек. Никто потому что не ебет сколько их, это очевидно. Я знаю. Я тоже. Подсказка номер два. Принято считать, что всадников апокалипсиса именно такое количество. А я записала камера, когда я показывал? Да. Или можем? Не, камеру, конечно, записала. Что ты думаешь, она нахера там? Давай договоримся. Я тебе вот дам гульдены. Ну что, чек, все, быстро. Так ты последний. А, извините. Чек. Чек. Олеся. Чек. Давай чек. Чек. Все-таки чек. Конечно. Но вы догадались. Ответ понятен, да. История игрушек. Понятен. По четверо. Четыре. Да, четыре фильма. Это «Война и мир». «Война и мир». Бондарчука. Дерсу «Узола». Кто помнит такой фильм? Я эти два просто-таки не помню. Охуенный фильм, кстати говоря. Вот эти двое непоспаленные. «Москва слезам не верит» и… «Любовь и голуби». Нет. «Двенадцать». «Унесенные». Солнцем в пустыне. «Белый солнцем в пустыне». Нет. «Узомленные» в пустыне. Ну, хорошо. Да, все правильно. Четыре. Ответ четыре. Мы можем сделать еще круг ставок. Ну, ага. А можем скрыться. Тут как бы… Да что-то подразогнались. Ну, как-то там уже в банке, блядь, тысяч десять. Я предлагаю всем скрыться, если никто не против. Давайте. Да давайте. Че, все-все-все. Давайте. Сидим, блядь, дрочим вопрос один. Никита? Действительно. Давайте, будет интересно. Три. О, какая большая. Хуя, два. Два. Это два, да? Два, два. Два. Нет, это я твать два. Один. Как ты недооцениваешь российский и советский кинематограф. Мы поздравляем, Никитов. Да. Почином, Никит Юрьевич. Почином. Ты спросила, сколько лет, тебе сказали сто, и ты написал один. Обязательная ставка тысяча. Располагаем такой суммой. Тоже даже не блайн. Просто ставим. Я понял, это мне нравится. Итак, следующий вопрос. Кто-нибудь из вас любит творчество Арианы Гранде? Нет. Ну, творчество в каком смысле? Переносном, конечно. Я вообще не знаю. Можно назвать. Это же не Денис Майданов. Творчество. Вот это. Ну да. Я люблю. Гранде. Я понял. Так вот, композиция Ordinary Things Арианы Гранде, в записи которой также приняла участие бабушка певицы, увидела свет в марте этого года. И бабушка Арианы сразу же установила новый рекорд чарта Billboard. Она стала самым пожилым человеком, попавшим в список Hot 100. Так вот, сколько лет бабушке Арианы Гранде? Подожди, Hot 100 – это что такое вообще? Горячая стоп? Горячая стоп. Хоть 100 лет. Видимо, это как-то. Бабушка или прабабушка? Чат, горячая бабушка. Или это не важно? Горячая старушка. Реально это оно? Конечно. Нет, Hot 100 – просто горячие женщины, в смысле. Нет? Нет, кому, 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 например, кому около ста. Ага, окей. А, да? Это секси бабульки или что это такое? Это такой бразильский конкурс, реально бабушек. Ну, просто стоп горячих треков. А, только что горячих бабушек? Ты сказал себе больно говорить «стоп горячих бабушек». Да, она попала… Олесь, ты считаешь, что она попала в стоп горячих бабушек мира? Я тоже так считаю. Но ты там просто задал вопрос. Еще раз. Нет, ну я знаю, что 30. Она стала самым пожилым человеком, попавшим в список Hot 100. Нет, просто 30 горячих людей. То есть, про чарт билборда, конечно. Горячая десятка типа, да? Почему? Сотня, да? Просто секси. Вот 100 – это все-таки не 10. Просто секси. Я уже запутался, бля, вы комики шутите, шутите. Подождите, она попала в список 100 пиздатых бабуль? Да. Нет. Да нет, бля, она попала в список 100 пиздатых треков. Типа там «Бурановские бабушки». Нет, причем, знаешь, объявляют, у нас сегодня 100. Извините, 99. Иди, 97. Она просто пережила. Свергий миллиард там на третьем месте. Итак, золотая тройка. Итак, ребята, еще раз, еще раз. Бабушка Арианы сразу же установила новый рекорд чарта, билборд. Она стала самым пожилым человеком, попавшим в этот список, скажем так. Так вот, сколько лет бабушке Арианы Грант? Опять напишу два, похуй. Как вы думаете, сколько лет? Рада не поздно сканает. Рада не поздно приканает двойка моя. Я с два нуляку напишу. Ариана Грант, она рано родила? Ну, в смысле, мама ее рано родила. Да, я у меня 16-й видел с ней выпуск. Такого не видел. Для меня охот. Андрей, видно же. Да, Андрей, это видно. Как часто я тебе говорил эту фразу. Саша, можно вопрос пока? Конечно, Олесь. А если мне подсказки не помогают? Олесь, ну, возможно, помогут. Мы же еще не слышали подсказки в этом вопросе. Давайте. Это, знаете, по счету, вот такой. Кстати, у нас же такие подсказки бывают. Это мы знаем. Нечестная подсказка. Мы поставки сделаем. Олесь, а ваше слово. Так, мое слово. А я же только вам отдала денег. Да. Можно чекнуть. Денег? Денег. Я вам денег отдала. Да, я поняла. Послушали вопрос? Так, я послушала вопрос. Но я пока прочекаю. Пока очень мало мыслей было. Игорь? Ну, все равно же, типа, контент. Если ты реально знаешь, и ты реально изображаешь такой, ну, контент. Я реально знаю бабку Арианы Грант. Да. Я реально, ну, знаю. Я же в охотных людях, когда снимался, что-то же для одноклассников, а там все. А там все они, конечно. Все комментарии я читал. Ну, давай, давай, я подержу тебя. Вау, Никита. И вот смотрите, мы все сюда поставили. Олеся может скинуть? Олеся подержал. Может скинуть, а может сказать, улы, и все. Так что я могу скидывать все это время? Я просто не до конца понимаю, ага? Ну, странно, но читайте сразу скинуть. Надо было скинуть тогда. Пасовать можно у нас. Тем не менее, подсказка номер один. Это число в России ассоциируется с дефолтом. Да пиздец. Ебануться. Вот теперь подсказывай. Тринадцать. Бля, сколько Ариана Гранды лет 60, что ли, бля? Я просто не фанат творчества. Я тоже. Просто то, что с дефолтом ассоциируется. Я знаю, что она ростом со стопочку примерно такая. Но возраст вообще непонятный. Кто, чье слово? Олеся. Олеся. Почему? Ваше слово. Минимум 500. Можно чекать. Можно сказать. Давайте чекнем. Минимум 500? Минимум 500, конечно. Ну, нет, ладно, это да. То есть она старая сильно. Я понял. Игорь. Так. Я не собираюсь. Все, я тоже пас. Пас. Вы чего? Ну что ж, у нас двое в игре. Два класса. Двое в игре. Слушай, отдать тебе деньги вообще одно удовольствие, наверное. Олеся, Игорь. Слушаем подсказку номер два. Бензин с таким октановым числом считается топливом премиум класса. 95-96. Дизель. В таком диапазоне. Ее возраст дизель. Газ. Ее возраст газ. Два ее слова. Такого же. Ты много написал? Ну, я же говорю, долгожитель отдал. Ну, я ошибся, ну, насколько-то. Я тоже. Мы все насколько-то ошиблись. Ну, давай, давай дружественный момент. Спасибо. Дружественный момент. Такой дружеский момент. Давай. Давай. Тысяча. Тысяча. Интересно, сколько у тебя было посмотреть. Мне тоже. Давай. Ну что, правильный ответ. Я думаю, вы до него догадались уже. Еще даже после первой подсказки. Действительно, в записи композиции Арианы Гранде принимала участие бабушка-певица Марджоли Гранде. Ее голос можно услышать в самом конце трека. На сегодняшний день ей 98 лет. Ранее самым пожилым человеком, попавшим в этот чарт, был американец Фред Стобо. Его песня о любви, которую 96-летний музыкант написал после смерти своей жены. Видимо, раньше не приходил. Не было вдохновения. Да. Вот она попала на 42-ю строчку хит-парада. Да, действительно. 98-й бензин, бензин премиум-класса в Европе. Что еще? Что у нас еще? Ну и 98-й год. Понятно. Понятно, да. Ну что? Можно еще сделать крючок стал? Ой, да. Моё слово чек. Чек. Твоё, друг. Ну, давай чек, ладно. Вскрывайтесь. В первую очередь же контент, правильно? Смотри, у меня пришло в голову число. Давай. И половина из этого, я тебе клянусь, и половина из этого числа совпала. Половина числа совпала. Да, ну, двузначное пришло. Короче, ладно. У меня было вот... 78. Да. 84. Да. Ну что ж, мы поздравляем Игоря. Я могу... Нормально. Какая честь. Это было близко, ну да. Надо показывать обязательно? Может. Не, не, ну там, сюда, там ничего, ребят. Все-таки двойку написал. 69. Ну, естественно. Я не слышал вопрос. Нет, такой нет. Ты заказываешь? Пускай я проиграю, но я сработаю на имидж. Конечно. Это класс. Ну, это круто. Если это правда, это офигенно. Я просто дату рождения на 4 умножил. Я просто не знал, сколько... Вообще не знал, что люди столько живут, на самом деле, да? 90-98. Это очень много, еще и читать рэп, и что она делает. Она в ход. Она в бабушку ход. Гуфа была бабушка еще. Ну что? Нет, не бросай меня так. Обрубили тебя. Сколько у нас ставка? 1500. Что это такое? Неприятно. 1500. Ой. Быстренькая, конечно. Отстреляюсь, я думаю. Сейчас твоя тема будет. Давайте. Денис, выдры. Ну, кстати. Почему это моя тема? Ну, пенис. Пока вы получаете карты, спрошу у вас. Кто-то из вас занимается спортом? Постоянно. Оглянись. Даже в данный момент. Я на велодорожке сейчас. Понятно. Не, ну, именно спортом. Не физкультурой, а спортом. Кто-то занимался профессиональным, может быть. Профессиональным? Может быть, Никита, может быть, ты. Ну, не профессиональным. Ну, немножко занимался. Борьбой, да? Ну, просто боксом, да. Боксом? Ты занимался боксом? Нет, я занимаюсь боксом. Все еще? Занимаешься боксом. Ого. Мы не в Таиланде, блин. Тайский бокс. С окончанием. Тайский бокс с окончанием. С окончанием. Ужас какой. Я не случайно зовусь в спорте, потому что следующий вопрос для нас подготовили наши друзья и партнеры от компании Винлайн. О, Винлайн. 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 Что делает? Разницу, конечно. Конечно, конечно, разницу. А вот получится сделать ее у вас, сейчас мы ее узнаем. Итак, внимание, вопрос. Как вы, наверное, знаете, некоторые футбольные вратари помогают своей команде не только сохранить свои ворота сухими, но и могут забивать голы, исполняя пенальти и штрафные самостоятельно. Особенно часто такой стиль игры исповедуют южноамериканцы. Экстравагантный вратарь из Парагбая Хосе Луис Человерт забил 62 гола за свою карьеру. Робин Боробек скушал 40 человек. Отлично. Хороший был человек. Я поехал. Давай. При этом Хосе Луис Человерт остается единственным голкипером, которому удалось установить рекорд, забив столько голов в одном матче. Да. А, в одном? Вот он, да, больше всех из других среди протарей, естественно. Я знаю, что он всего забил больше ста. Всего он забил 62, Игорь. Это ты, бля, официально смотришь. А я-то выдумываю. Конечно, я спричал. Все, понятно. Всего 62. Всего 62, но в одном матче он забил сколько там много. Сколько вратарь забил в свои ворота, правильно? Не в свои. Смотри, Олесь, вратарь. Там было такое, что... Вопрос, да, смотри. Он может, вратарь может не только отражать удары в свои ворота, но и забивать в чужие иногда. В свои-то понятно. Это странно считать это какими-то рекордами. А вот бывает так, что его зовут исполнить пенальти, например. Или штрафной удар. А почему ты про 62 говорил? Это всего за жизнь. Во всех матчах. Он за жизнь? Да, он забил. То есть это меньше 62 будет? Да. Потому что это он в нескольких матчах, Олесь. Меньше 62. Все, спасибо. Так. Оно вообще редко бывает больше 62 в футболе. Да. Но я просто, простите, я просто сильно не разбираюсь. Давайте я подскажу меньше пяти. Ничего страшного, Олесь. Хорошо. Ничего страшного. Я представляю пару участников за этим столом. Типа пара Олимпиад. Все, я пошла. Так, мы по полторы минимум. Да. Человек. Человек. Андрей. Человек. Человек. Пять тысяч. Пять тысяч. Ну что ж. Давай. Семерочку. Семерочку. Семь. Олеся. Нет, ну это не моя просто сильная сторона. Футбол, футбол моя. Я все-таки спасанусь. И не моя. Хороший пас, как бы сказал Леонид. Хороший пас. Слушайте, я вот настолько не уверен, пусть вот рубится мужик. Это ничего не значит. Рубитесь, мужики. У нас остается, да. Ну что, у меня уже назад дороги нет. И мы слушаем подсказку номер один. Именно столько актеров играли роль Человека-паука в киноадаптации. Блядь. В кино. Десять. Нет тысяч. Ну у меня ау-ин, да. Стойте. И уже много было. Да, ау-ин. Когда игрок говорит ол-ин, это значит, что он ставит все деньги, что у него есть. Давайте, да. Я ждала, на какой минуте это произойдет? Ты уверен? Как их было много? Четыре, пять. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. И тут девять. Девять, да. Обожаю. У меня правильный ответ. Я его выкину. Ну что ж, Никита. Так я десятку поставил. А здесь? Ол-ин. Семь. А, девять, да? Ага, вот так. Все. Извините. Ты такой богатый. Послушаем подсказку номер два. Скажите, я поехал. Подсказку номер два. Если верить народной примете, то именно таким по счету нельзя прикуривать от одной спички. Мне не помогло. Я такое вообще не слышал. Так и тебе даже нечего ставить. Мне нечего. Блядь. Вот это мы знаем, да? Вот это. Блин, а я в примере... Что касается примет. Моя тематика. Это мы тут здесь... А что будет? Пальцы обожжешь в общем. Олесь, что будет? Ну, можешь сейчас рассказать Игорьку, что ждет его в ближайшие 20? Нет, ну если я правильно понимаю, это бог любит троицу. А если больше... А я подскажу сейчас уже. А, вы уже все равно. Ну, и бог любит троицу, а если больше трех, то это плохо. Ответ четыре. Простите. Согласно примете, бог любит троицу. Согласно примете, бог любит троицу. Согласно примете, бог... Приметы – это вообще греховская тема. Конечно. Бог вообще ее не одобрит. Кузьма, подождите, вы поставили десятку. Бог явила, он не договорил. Согласно примете, бог явила. Друзья, два, четыре, мне кажется. Три, хорошо, гармония. Ну, давайте. Правильный ответ – три. Олесь. Ладно, я сижу просто. Мы что, слушаем ответ? Да. Правильный ответ, конечно. Конечно, три. В ноябре 1999 года парагвайц. Человерт стал первым, пока единственным воротарем, сделавшим хет-трик. Все три мяча были забиты с пенальти. Ты правильно спрашиваешь меня? С пенальти. Питера Паркера, то есть Человека-паука, играли Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд и Том Холланд. Ну и, Олесь, нельзя третьим по счету от спички от одной прикуривать считается плохой приметой? Нет. Тут не будем спорить, конечно, да. Вот тут как раз ошибка. Нет. Впервые в истории нашего шоу. Нет. Это не черная кошка. Нет, конечно. Каким четвертым? По-моему, да. Я не буду спорить, что по мнению Олеси четвертым. Это факт. Четвертым тоже. Да. Там прикол в том, что это же дети подкуривают. Им же надо приметы. Это же дети, кто же еще курит? Они обжигали пальцы, только двое. Мужа, дети, кто же еще? Детские сигареты, маленькие такие. Ну что? Из Айкоса. Поехал я. Открываем. У тебя что, не три? Нет, конечно. Три? Семь? Семь? Серьезно? Я знаю, сколько они бьют, блядь. А почему ты пошел? Я вообще не разбираюсь в футболе. Андрей. Что? Почему ты пошел в лу-ин? Поздравляем. У меня кончается. Мы поздравляем Никиту и Андрюха, ебаный. Я не разбираюсь в футболе. Так и не надо идти в лу-ин тогда. Красавчик. Добро пожаловать в футбол. Да нет, он уже покидает его. Смотрим? Спасибо Андрею. Андрей, провожаем сюда. Я не зря приехал. Спасибо. Всем удачи. Сейчас придем. Сейчас приятного. Это классная игра. Риск, конечно, дело такое. Иногда он себя не оправдывает. Пошел нахуй в футбол ваш конченый. Конченый футбол пидорасов. Ну что ж, спасибо Винлайну за такой интересный вопрос. Винлайн, как известно, делает разницу. В этом раунде разницу сделал у нас Никита. Еще большую разницу сделал Андрей. Нет, подожди. Это правда. Никита сделал разницу, Андрей хуйню сделал, если честно. Если честно, да. А Никиту с разницей. Вы знаете, вот я прямо сейчас читаю комментарии под этим выпуском. И что я вижу? Я вижу гневные просто крики наших подписчиков, болельщиков Андрея. Да потому что сейчас, как вы знаете, в России год семьи. Давай. Андрей, молодой отец. Сколько у тебя детей, Андрей? Вроде один. Да. Один потенциально многодетный отец. Поэтому мы считаем, что впервые в истории нашего шоу мы готовы дать ему пять тысяч, чтобы он попробовал отыграться. Если, Андрей, ты готов сыграть в следующий раунд тоже волынь, нам просто нравится, как ты это делаешь. Всего пять? Мы дадим тебе пять тысяч и вернем за стол. Ты готов? Всего пять? Всего пять? Всего пять. Давай, нет, три, и я в деле. А? Не тебе? Потребку согласен? Да, даже так. Давайте пятерку, конечно. Конечно, пятерку. Давайте, Андрей, возвращаемся на стол. АПЛОДИСМЕНТЫ Можно мне тоже сделать объявление? Сколько у детей, Никит, у тебя? Сколько детей? У меня один, это не важно. Как не важно? У меня нет, моя дочь, я очень люблю ее, Мария. Если смотришь это, папа сегодня в выигрыше. Сегодня папа приедет с деньгами домой. Не как в прошлый раз. Ну давай объявление. Вот, так как мы с Андреем выяснили, что мы немножко родственники. До съемок, да, был разговор об этом. Я считаю, что родственникам надо помогать, поэтому... Нет, не знаю. Я выделю ему немножко еще бюджета от себя. Это так будет. Пожалуйста. Я извиняюсь. Это что? Это неловко как-то. Как вы родственники-то? Там долгая история. Очень долгая, да. Это было в Тбилиси, вот тебе подсказка. Смотри, столько драматургии случилось в последние 10 минут. Мой брат-близнец все проебал, я правильно. Андрей, мы с тобой лучшие друзья. Я тебе тоже немного дам. Ну вот, оказывается. Ну, это ты прям пиздец, хуйня. Это на глазах. Но мы не родственники, согласись, да. Но я тоже, можно от леди принятие? Да, судите, не надо мне ничего этого вашего уберительного блять. Уберите, сказал. Цена дружбы нашей. Вот поэтому мы с ними родственники. Ладно, я 300 дал. Не надо мне еще кидать эту хуету мне в эту. Это знаешь, как это... Давайте я заберу. Это тебе проиндексировалось. Нет, стойте, можно же крупье? Хороший вопрос. Хороший вопрос. А, вот так. Конечно, от винлайна супер. Нет, давайте обратно. Давайте про футбол. Побольше бы этого всего. Делает разницу, блять. Супер, винлайн. Это волос. Сколько уруни волос, блять? Давайте играть в это, блять. Сколько уруни волос? Меньше, да. Я опять два напишу. Обязательная ставка 2000. Да, да. Ну, кроме Андрея. Не, ну что, как будто я какой-то не такой. Все хорошо? Давай, играй, играй. Мы всегда отдаем тебе брать. Потому что жалко, когда у нас так рано вылетают. Андрей, я очень рад, что ты вернулся. Да это не я был. У меня брат без пупка, близнец, плохой дурак. Он уехал. Что, брат без пупка? Ну, брат, близнец, без пупка. Клон мой ушел. Брат без пупка. Мой клон-дурак проиграл все деньги. Это я, я сейчас только пришел. Внимание, следующий вопрос. Я не знаю, как на трейдере. Фух. Итак, перед вами настольная игра Джанго. У нас она называется, видите, башня удачи. Так она переводится. Окей. Так вот. Это замещение. Именно такое число деревянных блоков используется в этой популярной настольной игре. Ёпта. Ну, я же сказал, посчитать можно. Я бегу за тобою. Можно посчитать. Да, попробовать. Я, можно, поменять? Я тоже поменял. Ну, давайте. Я разрешу вам поменять, но один раз. Ой, спасибо. Я вообще ломаю правила сегодня жестко. В конце будем голые все сидеть. Ну, если ставить все волын, то в конце концов, конечно, ты останешься в трусах. Волын. Ну, и что? Вудстока. Вудстока. Ага. Лок, сток и... Андрей. Ну что, на номерах. Продолжим игру. Минимум две тысячи. Минимум две? Да. А максимум сказать вам? Мы знаем. Десять четыреста, ты про это? Мы тебе его дали. Ну, давайте три. Три. Три тысячи. Плохо. Никита. Крутит меня. Нет, не крутит. Круто. Мне кажется, я правильно посчитал. Надеюсь. Алиса, три тысячи. Ваше слово. Как говорится, удовольствие я уже получила. Быстро ты. А где ты была? Так, когда по столу бегает. И первая подсказка. Сколько я? Первая подсказка. Друзья. Сосредоточьтесь. Презерватив стандартного размера имеет аккурат такую ширину. Откуда же мы стандартно это знаем? Действительно. Ширина. Я могу просто посмотреть сейчас. Я в нем. Линейку. У меня две ноги в нем. Я как гусеница сижу. Стандартного размера. Стандартного. А как это, Саш, подожди. Ну, очевидно, миллиметров. Это в миллиметрах? В дециметрах. Я думаю, да. Я думаю, что в миллиметрах, конечно. Все. Андрей, ваше слово. Я точно написал. Чек. Он стал умней. Молодой чек. То есть на футболе ты, блядь, пошел, увы, на презервативах. Это я шарю в футболе. А в этом я ноль. Сейчас, одну секунду. Ломаю стереотипы. Честно сказать, это... Ну, просто двушку. Так, для интереса. Привет, встреча, Олесь. Олесь, поддержишь ли ты? Ну, что, такую тему, как не поддержать? Конечно. Давайте. А следующая подсказка будет, столько карт в колоде? Это несложно. Андрей, что скажете вы? Что ты так на меня смотришь? Мне кажется, я правильно посчитал. А может и неправильно. Посчитал что-то? А, посчитал дженги? Да, да. Мне кажется, это тупо прям миллиметр сбивает меня, потому что цифра уемичная получается. Да? На чуть-чуть. Ну... Вот на чуть-чуть. На чуть-чуть уемичная. Должна быть как будто десятка. У меня просто недавно вышли на меня один бренд. Ну, давайте. Презервать его. Так. И мы как раз стандартные. Сказали, Игорь, не размножайся. Нам нужны вот такие гандоны, сказали они, да? Да. Все понятно. Наши у нас уже есть, таких как ты гандонов мы еще не видели. Де мое, блин. Ну что, вторая подсказка. Правильный ответ соответствует числу ячеек кубика Рубика. О-о-о-о. А их много, их много. Они же разные, есть два на дат. Да. Стандартные на дат. Лишь просто стандартные. Андрей, ваше слово. Чек. Чек. Никита. Я могу пойти ОЛН, мне похуй. Ну, типа... Бля, он больше бебор, чем ты. Я просто к тому, что, как бы, чтобы не было ситуации, я... Чек. 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 Ну хорошо. Игорь. Все чек. Сука такая. Ты заебал. Семь. Семь тысяч. Ты заебал. Это серьезно. Ты грох. Смотрите. Не калируй. Девять. Если не хочешь на бар, не калируй. Правильный ответ 54. Да, я знаю, я почитал. Ну, пас. Ага. Никита. Но не факт, что ты написал 54. Я тебе даже больше скажу. Я точно не написал 54. Или не точно? Нет, точно. Нет. Если у вас позволяет, составлю жопу. Тут как бы, ребят, ну... Нет, ставлю жопу. Я твоей жопе не хозяин, извини. Ну, окей. Респект. Респект. Итак. Никита. Семь тысяч. Что скажешь? Что-то кажется, ты пиздешь. Ну, в смысле, ты не написал цифру, которую надо написать? Ты умеешь считать в уме? Ну, прямо умножать. Нет. Да. Может быть... Я просто умею это делать. Ну, простые числа там, сложно не надо спрашивать. Да. Он умеет. Ты семерку поставил. И жопу. Бля, ну ладно. Нет, жопу я поставил, что здесь неправильный ответ. Не точно. Да, да, да. Тут он как раз наоборот. Ты мне обладаешь. Ты думаешь, что он неправильно ставит? Мы играем втвоем или втроем? Втроем. Ты просто меня обладал. Тут еще есть Олеся. Почему? Да, давайте не забывать. Мне интересно. Я обожаю заинтересованных людей. Я говорю пас. Сколько у меня останется? Разумно. Итак. Побольше моего. Слушаем правильный ответ. Как вы знаете, цель игры Дженго по одному вытаскивать блоки из башни и класть их наверх, делая ее все выше. Проигрывает тот, у кого башня упадет. В Дженге всего 54 блока. Развер презерватива М средний, стандартный. Подходит на длину 17-19 сантиметров, а ширину 54 миллиметра. Ну и, соответственно, 54 ячейки на стандартном кубике Рубика. А что, какие-то еще ставки? Да, какие-то ваши слова. Чек. Чек. 11-300. Фух, блядь. Это серьезно. Я рад, что я отскочил. Второй ол-ин за два раунда. Это... Такого я не помню еще в нашем шоу. Что-то ты уже не говоришь. Готов ли ты снять очки? У вас такие прикольные вмятины в обоих. Я только можно вот так. У тебя здесь, а у него там. У меня вот здесь? Да. Могу надеяться? Секунду. Так. Тут просто серьезные деньги идут сейчас в бой. Ну, смотри, у меня семьи-то нет. Я понимаю. Это все на кайфы. Сколько было? 11? 300. Похуй. Бас. Извиняюсь. Нет, там уж такие деньги надо играть. Смешно, если ты меня все это время разводишь, у тебя 54. Я сейчас как будто в реальном казино, когда смотрю на Никиту. И еще тысячу. Никита, пожалуйста. Никита, еще тысячу. Блин. Не прокатило. Да. Ну что? Вскроемся, посмотрим. С кого начинаем, Любовь? После вас. Нет, начинаем с... С Никиты. Нет. Да, с Игоря. С Игоря. 56. 56. Ну-ка. Что там? Ну нет, ну мы должны. Мы должны увидеть. 97 там у тебя? 63 тоже? 63. Поздравляем, Игорь. Спасибо большое. Обязательная ставка 2 с половиной. О, держимся. Давайте что-нибудь, что я могу хоть теоретически знать. Да? Ну да. Как тебя с историей преступности? Историей преступности? Да. Не очень. Количество жертв какого-нибудь мужика сейчас угадать? Нет. Так что? Готовы? Да. Следующий вопрос. Альфонсо Каппоне, известный как Алкаппоне, раздавал визитки продавца антикварной мебели. Но его настоящую профессию, конечно, знали все. Итальянец из Чикаго был самым известным гангстером США. Многократные аресты за контрабанду алкоголя и азартные игры никогда не приводили его в суд. Свидетели почему-то исчезали или вдруг отказывались от показаний. А у Каппоне всегда находилось алиби. Тем не менее, директору ФБР Эдварду Гуверу, как известно, удалось отправить мафиози за решетку. Так вот, сколько лет тюрьмы получил в итоге Каппоне? Как вы помните, его посадили за что? Помните, за что его посадили? За неуплату налогов. Конечно. Класс. Бля, это класс. Хотя на его счету были и убийства, и грабежи. Насколько лет посадили Каппоне? Насколько лет посадили Каппоне? Конкретно, насколько Эдвард Гувер посадил Каппоне лет? Или сколько он всего за всю жизнь? Суд. Эдвард Гувер не мог его посадить, как бы. Как мне нравятся твои уточняющие вопросы, когда ты типа знаешь. Эдвард Гувер конкретно писали. Вот на этом фото это было. На моем рабочем столе я без понятия, что это. А это хит-трики. Ну вы просто играете убого все, поэтому я вылетаю. Да ты убого играешь. Ты идешь all-in. Я играю отлично. Я делаю шоу. Я делаю контент. Если бы шоу не решило тебя вернуть, хуйню бы ты сделал. Это еще только меня первый раз вернули, подожди. Мы же уйдем. Еще один будешь. Меня потом просто тканью накроют и уедут. Готовы? Вряд ли там 110. Олесь, ты готова? Да. Сейчас я уже там выбираю, что я буду пить. Подожди, останься пока. Никита, ваше слово. Две с половиной минимума. Мы же положили же. Стрыв я чем дальше. Стрыв я чем дальше. Стрыв я чем дальше. Мне комфортно. Олесь, ты не склонен. Олесь, конечно, олл-ин. Олесь. Ну круто. Лесь. Не лесь. Лесь, не лесь. 4-800. 4-800. Так. Так. Сейчас мы тебя утроим. Андрей, что скажете? Я, поскольку делаю все самые глупые события за этим столом, я скажу пас. Пас. Ага. Пас, деньги спас. Ну я пятерку, как бы... Пятерку. Да, пятерку. Бля, если это правильный ответ, еще надо домой пойти. Мне 200 доставить. Вам 200 доставить. Да, 200 доставляем. И слушаем. Повышение? Подсказку. Да, да, я же вообще не знаю. Старт продаж айфона, в названии модели которого есть правильный ответ, начался во второй половине 2019 года. Я понял. Угу. Я понял. Я хорошо отскочу. Отсчитываем. Я отскочу, отскочу, отскочу. В названии тут имеется в виду, что... Ну, это обычно в названии у них номер модели указывается. Нет, это понятно. Во второй половине ты сказал? Именно так я и сказал. В 2019 году. Все правильно я понял? 2019 год. Да. Вспоминай, какой у тебя был айфон. Был у тебя айфон в 2019 году? Я не помню ничего. Пять лет назад. Я была с Петей. Каждый мой айфон сопровождает заставкой. Ты так запомнил. У меня был его айфон сейчас. Ты была с Петей, у тебя был его айфон? Да. Потом, куда вы пошли? Вспоминай. Ну, не, я... Мне вообще в целом, если честно скажу, мне вообще пы***ть, какой айфон выходил в 2019 году. Мне абсолютно. Чек. А может, никакой не выходил? Чек. Мы чек. Помните год, в котором айфон не выходил? И что там, ноль? Мы чек все. Чек. Мы все чек. Чек. Да, конечно. Ну, хорошо. Я чек, если я еще участвую. Участвую. Олесь, конечно. Ты в игре. Подсказка номер два. Это число в качестве игрового номера часто используют нападающие. Где? В баскетболе. В футболе. В футболе. Ол-ин. Ты знаешь? Угу. В футболе используют нападающие. В футболе есть нападающие, Олесь, защитники, полузащитники и вратарь. Да, да, да. Они используют игровые номера. Аршавин, например, был с этим номером. На каком случае здесь прямо точная цифра. Здесь номер Баларшайя. Здесь точная цифра. Тут прям точная цифра. Окей. Вы на этом листочке. Тогда точная цифра. Тогда ставь. Пожалуйста, 500. Минимум 2,5. 3,5. Точнее цифры на 500 не придумаешь, конечно. Точная цифра 500. 2,5. Колку. Это совсем много всего. Так, ну Олеся продолжает у нас, да? Олеся в Олыне. Пребывать в Олыне в полном. Итак. Ну что, слушаем правильный ответ. Аль Капоне пытался управлять своей преступной империей удаленно, из тюрьмы, но ему быстро обрубили связи. Сначала перевели из чикагской тюрьмы в Атланту, а затем вовсе на остров Алькатрас. Однажды даже бывший босс получил ножницами в спину за отказ дать денег на общак. Попал в медпункт. Там открылись его старые диагнозы сифилис и гонорея в запущенной форме. Вот все это произошло за сколько вы думаете лет? За 9 лет. 9-10. Ой. Рано, рано. А, рано. Болезни, которые не брали лекарства, прогрессировали. Заключенный стал терять память. Приглашенные врачи диагностировали интеллект 12-летнего ребенка и выпустили его досрочно. Хотя должен был он отсидеть 11 лет. Ну что? 11-й айфон, 2019 год. Олеся, ты была с Петей, помнишь? Да. 11-й номер у кого? А у меня сестерка была. У барабанных палочек. Почему у тебя была шестерка? Потому что это была с Петей. Да. Сейчас-то ты с кем? Ну вот. Думай, как ты прыгнула. Нападающий 9. Ну да. Нападающий бывает 9, 10. Я думал, что это iPhone X. iPhone X, я думал. Что, вскрываемся? Нет, мы еще играем. Нет, я изначально вообще ноль написал. Я идеально отскочил. А сколько ты сейчас написал? Сейчас 10. 10? Ну слушай, ты был довольно близок. Ну я сейчас вот еще раунд, и я 11 напишу. Я так играю. Ну что, Никит? Чем больше подсказок, тем я правильнее исправляю. Никит. У нас прикол в том, что судя по реакции Олеси, мы с тобой вот за это играем сейчас. Ядерная война 1812 года. В анекдотах начинать? Да. Про озера. Ты забыл сказать «кстати». Такие вещи лучше начинать «кстати». И показывать ожог. Да. Моя любимая теория заговора. Пас. Пас? Пас. Прям даже не чек? Это же про футбол. Последний вопрос был. Пожалуйста. Я еще и выиграл что-то. Вау. Это то, что выиграл Игорь. А сейчас мы вскроемся с тобой. Открыть. А теперь вскрываемся. С кого начинаем? Начинаем. Давайте я. У Игоря 7. Давайте с Олесей начнем. 7. Олесь, пожалуйста. Ну я скажу, что у меня была шестерка, которую ты спалил, и я решила, что моим баном тебя будет то, что я ее перевернула в девятку. Ага. А ты там поставила? Ага, все. Ну все засвидетельствовало. Да, конечно. Девятка. Игорь. 7. 8. 8. Олесь, мы поздравляем. Это был крутой комбе. Офигеть. Это отбор. Я на 20 играла. Перерыв на 3 минуты. Давайте перекурим, да? И можно вернуться. Нет, играем. Ну что ж. Сдайте мне нормально уже. Ну что ж. Какая ставка у нас? Обязательная ставка 3 тысячи. У меня не обязательно. У вас Аллын. Какой ты необязательный свой. Андрей идет в Аллын второй раз уже за... Ну этот, честно говоря, я не очень хотел идти. За наш выпуск. Я пишу кое-нибудь из двух, мне плевать. Угу. Старка сделана? Андрей. Что такое? Аллын. Ваш Аллын. Вопросов нет. Не, его не буду, нет. Только на нем я поеду домой. Крест хотел поставить? Нет, я уже не нашел. А, ну да. Итак. После последнего турнира. Ставки сделаны? Ставки сделаны. Внимание, следующий вопрос. Пом. А где мои кишки? Как известно всем нам, а особенно Андрею, настоящему артисту ничего не жалко для своей публики. Абсолютно. Никакой. Подтверждением тому стал вовсе не Андрей, а Бейонсе. Августовский концерт в Вашингтоне в прошлом году начался с задержкой из-за плохой погоды, и поклонники Бейонсе рисковали не успеть доехать домой из-за закрытия метро. Однако Бейонсе продлила работу всех линий Вашингтонского метро на целый час за свой счет. Вопрос. Сколько тысяч долларов заплатила Бейонсе Министерству транспорта Вашингтона, чтобы ее фаны успели разъехаться по домам? Вот сейчас ноль красивый ответ. Да, на респекте чисто. Вот это важный момент, это же Вашингтон. Да. Ну, в смысле, какое нахуй метро в Вашингтоне? Ну, типа, его немного. Это дешево стоит. Да. Я уверена, и сделали скидку. Блин, пожалуйста, не подсказывайте никто. Да кто знает? Гугл, блядь. Кого гугл сейчас есть? Загуглите, ебаный рот. Ну, просто математически посчитайте. И просто столько раз моргните, Андрей посчитает. Вот как ты думаешь, сколько стоит одну ветку сохранить? А, тебе же без разницы. Я вообще не сам не разговариваю. Ну, вот Мавроди в 90-х как-то раз оплатил всем проезд в метро на целый день московского метрополитена. Но там денег было ебаный-бубаный. Там тогда такие дела, блядь, делал. Правда? Это тебе не Бейонса, да? Я и думал, вроде, далеко. Ты угорать надо мной? Что? Я говорю, загугли, блядь. Что ты мне про... Так, Андрей, не ломай игру. Я уже сломал ее, как приехал только. Мы-то по делу. Олеся, ваше слово. Да, мое слово. А вы чекаете? Я чекаю. Чек, чек. Чекаю с молоком. Ну, я тоже чек. Чек. Игорь. А минимум три? Минимум три. Так, три. Три. Никита. Трикол. Олеся. Я тоже коллирую. Вот это трикол. Вот это трикол. Первая подсказка. Знаешь, кто я? Я лох-стох. Итак, ребята. Это число присутствует в названии известной российской телевикторины. Да, в пизду. Спасибо большое. Все, ты все? Конечно. Отстрелялся? Было приятно. А подожди, ну подожди. Да я понял. Понятно. Ну, я думаю, там сто или к. Слепая миллионная серия. А, сто к. Сто к. А, точно. Или миллион. Какой стать миллионером? Либо сто, либо миллион. Много я написал. Не послушал вас, извините. Но вы тоже мало сказали. А где я там свой движ? А я же к ним потом пойду. Вы это играете, а я с ним. Мы даже не видим с кем-то. А там никого нет. Я и говорю. Я предлагаю, зачем это? Как вы вспомнишь? Послушайте следующую подсказку. Слово, Олесь. Ну, там сто. Или миллион. Чек. Ну, хорошо. Никита. Чек, чек, чек. Чек. Колумбийский писатель. Габриэль Гарси Маркес. Угу. Знаком человечеству. В том числе благодаря этому числи. Все понятно. Один. Так понятней, конечно. Один. Одиночество уже. Где докупиться можно еще? Одну кассу я обчистил. Олесь, я вашу слуху. Ну, давайте кол. Кол? Три тысячи. Какую-то подержим еще. Что ты коллируешь? Пять. Коллирую Игорь. А, ну, забыли. Еще Игорь у нас. А я вот не понял подсказки. Ты вообще не понял подсказки? Вообще не понял. Сталь от одиночества книга называется. Сталь от одиночества. Сталь от одиночества. Сталь от одиночества. Про Сталина. Иосиф Иосиф Иосифович Сталет. Да, да, да. Что? Никита, теперь можно. Сталетейный Сталет завод. Кол. Пи Сталет. Да. Я, извините, а хуй мне делать? Мы не доплачиваем за каламбуру, извините. А что мне делать еще? А что мне делать? Я в комедиклаб. Просто сидит Сталет, Сталет, разминается. Так, мне сейчас отвечать нужно или не обязательно убежал? Я тоже далеко. Послушаем правильный ответ, Никит. Я думаю, ты догадался до него, да? Как думаешь? Догадался до него? Ну, сто тысяч, сто тысяч, да? Начало концерта американской певицы в рамках мирового тура Ренессанс на стадионе FedEx Field задержали из-за неблагоприятных погодных условий. Перед этим, опираясь на прогноз погоды, власти объявили о продлении работы метрополитана на полчаса. Затем певица за собственный счет продлила его работу еще на час. И стоило ей это, если верить управлению транзита столичной зоны Вашингтона, сто тысяч долларов. Ну и, конечно, сто лет одиночества, написал Габриэль Гарсия Маркес, а телевикторина столько одному, правильно сказал Андрей. Ваше слово, Олесь. Мое слово, чек. Чек? Никита. Что скажете вы? Сколько у тебя денег? На метро хватит. На какую станцию из этих? Она на час продлится. Пока будем играть. Олеся планирует до утра сегодня. У этого там миллиард, я увидел. Ну? Тысячу тысяч написал. Просто я анализирую твое поведение за столом. О боже, нет. И у тебя будет выговор. Нет. Сейчас некий нагоняй будет. Какие-то моменты я подмечаю, когда я вижу ложь. Я его боюсь. И мне кажется, что прямо сейчас происходит ложь. И ты написала цифру неправильную, но ведешь до конца и продолжаешь блефовать. Прости, пожалуйста. А вот так на глазок скажи, Олесь, кто он по гороскопу, по знаку заделка? Ну что-то мне не нравится. Неважно, кто он. Возможно, такого знака и нет, да? Да. В каком он доме? Я рак, мы хорошие семьянины. Хорошо. Да? Рак, хороший семьянин? Да, это правда. Спасибо у женщин в зале. Не пробовал создавать семью с раком? Семья с раком. Я сам. Уважаемый Кузьма, что вы хотите от меня? Давайте уже вскроемся по-мужски и все. По-мужски и вскроемся. Похуй. Это паховая вена, видимо. Похуй. Три. Три тысячи. Три тысячи. Это слишком пафосно было для трех, Кузьма. Ну сколько есть. Я так восемьсот положил. Три тысячи кол. Хорошо. Посредний кол. Никита, пожалуйста, открывайте, вы первый. Никит. Миллион миллионов. Миллион миллионов. Четыреста? Четыреста тысяч. Никита, я советую вам никогда не дооценивать своих противников. Никогда не дооценивать? 80 тысяч. 80 тысяч. 80 тысяч. Андрюха. Нет, нет. Спасибо. У меня гуси лебеди лебеди. 222 с половиной у Андрея. Это тоже вам. Это красиво, конечно. Поздравляем вас. Олесь, мы поздравляем тебя. Андрей. Спасибо. На этот раз, я думаю, до завтра. Да я и прошлое съебал тебя. Спасибо. Спасибо. Поблагодарим Андрея за отличную игру. Спасибо. На бар. Моги не стоять так дальше. Андрей, не уходи. А что у вас? Бесплатно поиграть? Да у него есть там на баре место. Олесь, он дождется тебя, конечно. Ебал ли ты рот этого казино? Да нет, на суде, правда. Классный проект. Спасибо большое, что позвали. Нас осталось трое. Ставки у нас серьезно повышаются. Три с половиной тысячи. А меня обязательно здесь сидеть? Меня снимают? Олесь, а обменяешь мне пипец. Правда? Блядь. Охуительно. Охуительно. Сейчас я ушел. Следующий вопрос. Сколько Андрею лет, блядь? Сколько ты бы не знал? Да ты бы все равно. Я бы написал два. Я бы все равно что-то подругое написал, да. Есть ощущение, что как будто ты реально заебал. Ты еще должен в рубашке вот так сесть. С пакетом клея на голове. Почему он не может с нами посидеть? Пожалуйста. Чистая кум на свадьбе. Я не хочу с вами сидеть. Я просто не хочу. Ставки сделаны. Внимание, следующий вопрос. Никита, а как ты считаешь? Ты хорошо знаешь русский язык? Ну, ты сдавал ЕГЭ. Я же ПТУ учился. Я же специально, чтобы не сдавать. Ага, понятно. Но тем не менее. Нет, ну когда я поступал в ПТУ, бля, ебу. Ты говорил по-русски, да? Бля, ебу. Русский, математику я на пять ебанул. Прям вообще с меня вакулю были все учителя. Я, более того, я даже поступал на повара. Мне сказали, ебать ты умный, надо тебе на управляющего столовой идти. Поэтому, да. Мы сейчас все убедились, что Никита отлично знает русский. Ебать ты умный. Пришел поступать, говорят, ебать ты умный. Ферзь, ебца. Зачем ты? Ну, это правда. Конечно. Так вот, русский язык с возможностью собирать слова как конструктор из приставок и суффиксов это благодатная среда для разнообразных лингвистических рекордов. Так, например, в книге рекордов Гиннесса самое длинное русское слово насчитывает именно столько букв. Вопрос, сколько? Можно вопрос, Александр, это из химии? Нет. Нет, нет. Сразу говорю, что сюда не входят такие слова, которые являются составными частями каких-то названий беществ. Ну, то есть, страна-то по типу... Вот такая долгая, она не будет. Это вообще не русский, Никита, на котором вы сейчас говорите. Это русский. Чуть-чуть под водой. Чуть-чуть, чуть-чуть. Так, самое длинное. Давайте-ка попробуем его вспомнить. То есть, вот, например, есть слово тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиранилт. ПИРИДО, ПИРИДИ, НОВЫЕ. Это одно слово? Да. Оно обозначает химическое вещество. Оно не считается. Оно не считается. Но оно, да, вот мы такие слова не считаем, потому что таких слов можно составить чуть ли не бесконечное количество. Типа, из-под ВЫ подверта. Да, вот типа так. Особенный. Типа, девять букв, но есть под вне слова. Особенный. Особенный. Бля, мне просто сидеть реально? А ты можешь накидывать слова. Моя фамилия, посчитайте там сколько. Ну что, справились? В каком-то смысле, да. Игорь, ваше слово. Мое слово. А сколько минимум? Три с половиной. Чек. Чек. Никита, чек. Чек. Давайте посмотрим, что там. Ну что ж. Слабаки. Подсказка номер один. Так. Количество букв в фамилиях всех четверых игроков за этим столом, включая Андрея Бибуришвили, в фамилиях, хватит, чтобы побить этот рекорд? Хватит, чтобы... А, потому что там меньше. Прошу прощения. А мы свои не скажем. Я свое тоже не скажу. Гридин. Бля, откуда ты запомнил? Я не Гридин. Не Гридин? Просто он Джабраилов. Да, Джабраилов и Иванченко. Шесть. Да? Гридин. Шесть. Иванченко. Давай, ты мою? Нет, твоя сложнее. Моя десять. Свою считай. А, все, да. Ива. Три. Ты никогда не считала букв в шайфах. Три. Не идет ничего. Д, блядь. Д, бух. Три. 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 Иван. Шв. Шв. Это одна буква. И. Шесть. Две, две. Одиннадцать у тебя? Шв. Девять. Десять. Это девятнадцать. Девять. Тридцать. Шесть. Тридцать шесть. Мое слово? Моё слово. Тридцать шесть хватит, чтобы побить. То есть это как один, так и тридцать пять. Верно? Три с половиной тысячи. Три с половиной тысячи. У меня таких денег нету, поэтому иду ва-банк. Сколько там? Ну что ж. А нету трех с половиной тысяч. Дождались мы, когда и Никита сходит у нас в Уладь, да? Пора и честь знать. Или сейчас остаться. Сейчас узнаем. Ну давайте я скажу пять. Вот так. Кол. Пять тысяч. Поиграем, да? Конечно. Вторую подсказку слушаем. Правильный ответ соответствует возрасту россиянина, когда он в последний раз может относить себя к молодежи. Ну это интересно. Это интересно. Это мое слово? Ваше слово. Че? Че? Мое слово? Десять. Десять тысяч. Вот так вот. От Олеси. Игорь. Да конечно, коллируем. Мы же что? Мы же контент. Итак. Мы слушаем ответ правильный, да? Да. Как я уже сказал, теоретически в русском языке можно составить очень длинные слова. Чаще всего это касается специальных терминов. Особенно таких слов много в химии. Но о них мы не говорим. Вот есть слово, в котором 35 букв. И это слово превысокомногорассмотрительствующий. О, можно меня так называть теперь всегда? Превысокомногорассмотрительствующий. Соответственно, это 35 букв. Превысокомногорассмотрительствующий Стас, например. Ну, например, да. Ну, как вот пример, типа, да? Да. Ну и к молодежи у нас в России относят граждан от 14 до 35 лет в соответствии с постановлением правительства. У нас правительство решает молодой. То, что 35, то молодой, значит, молодой. Конечно, кто же будет спорить. Ну и вот, молодежь. 35. И в итоге, что же у нас? Чек. Чек. Олеся. Оллин. Оллин. Игорь. Сколько мне важно знать. Это же важно. Тебе что-нибудь заказать, Олесь? Водички мне закажи. Водички взять, да? Вы говорите, если что. Я вам даже стулья нагрел, братья. И сестра. Пиздец. У меня вопросы про футбол. У них посчитайте фамилии, блядь, двух друга. Просто прикол. Ну, а ты бы взял этот вопрос? А? Ты бы взял этот вопрос? Это ближе ко мне, чем футбол. Сильно. Футбол был один раз. У меня, смотри, он был один раз. Потом у тебя вернули после него. Не стоит на тебя вообще. На 5 тысяч. Еще ругается, глянь. Даже 10 было, ладно, шучу. А если вдруг я выиграю? Я все это заберу себе, правильно? Нет, вы заберете только вот эту часть. Если вдруг выиграете. Давайте я... Александр, заколирую. Да, чуть-чуть. И на метро, потом в хорошем. Вы кол. Александр Якуш, как часто снимается моя любимая программа? Вот эта? Да. Завтра будете здесь в это же время? Нет, не планировал. Я микрозаймы возьму, приду, кого открылась. Я только что позвонил микрозаймы, у них есть для меня. Вскрываемся? Вскрывается. Вскрываемся, Олесь. У меня 34. 34. Близко. Ты 33 сделал? 32. Игорь? 32. 32. 25. 25. Олеся, мы вас поздравляем. Олеся. Спасибо. Спасибо. Какая приятная игра. Спасибо. Никита. Никита, мы благодарим тебя. Это было, по крайней мере, это было... Мы здесь, на самом деле, узнали не только информацию из моих карточек, но и много чего и от тебя. За это огромное спасибо и от нашей огромной аудитории. Спасибо, спасибо, спасибо тебе. Отправляйся, да. Ну что ж. Ну что, как мне это? За столом осталось двое. Именно вы сегодня и разыграете весь банк. Игорь, если что, это счастливое место. Ну, короче. Я прям чувствую, как у тебя горел пукан. Держись. Там нет дна вообще. Так, сейчас я чуть-чуть спрестяю. Да ладно, Олеся, это будет очень... Правила вам ясны? Да. То есть мы сейчас... Какая вы наше ставка любит? 4 тысячи. 8800. Ну что я сделаю? Вы хотите волнувать? Конечно, я же на этом месте, ёпта. Ты сразу... Ну что ж. Что там идти-то? Что там? 4800? 8800. 8800. Побольше уважения, пожалуйста. Так, 8. Ну что, готовы? Да, конечно, сильно. Внимание, следующий вопрос. Олесь, удачи. Прикинь, я с этим проиграю. Вообще легко, я тебе это говорю. Легко. Нет, нет, нет. Это будет нелегко. Я так понимаю, вы у нас не женаты и не замужем, да? Пока, так сказать, холосты. Тем не менее. И детей у вас нет. Детей у вас нет. Ну, у вас нет детей. Ну, понятно. Я сейчас себя на застолье у родителей чувствую. Нет, там больше отчетений. А когда? То есть детей у вас нет. Да, да, да. Но, наверняка, у вас есть знакомые дети. Знакомые дети? Вон сидит, смотри. С недавних пор. Может быть, родственники. С недавних пор мне запретили, так говорят. Ну, наверняка, наверняка. Знакомые дети, тем не менее, у вас есть, может быть, родственники. И вы наверняка знаете, что среди детей популярна песня про синий трактор. Может, вы даже слышали эту песню? Да. Как начинается она? По полям, по полям. Синий трактор едет к нам. У него в прицепе кто-то... Песенку поет. Шлюха. Нет, нет. Мертвая ла-ла. Ну, нет. Песенку поет. Так вот. Кто песенку поет? Кто-то. Да, и там, например, ну, как там дальше? Гав-гав-гав-гав-гав. Гав-гав-гав-гав. Подсказывайте мне, да. Типа у него... И нужно отгадать. Ребенку нужно отгадать. Например, собачка. Или там, кошечка. А-а-а-а. А-а-а. Там, аллигатор. Не знаю. Диджей. Итак, этот вопрос у нас как бы в поддержку года семьи. Вопрос. Сколько всего животных везет этот синий трактор в оригинальной песне? По полям, по полям, синий трактор едет к нам. Ну, сколько всего там животных? Ой, моя девушка. Песня, кстати, довольно долгая. Особенно, если слушать ее 50 раз подряд в машине. Ну, признаюсь честно, я не знаю. Я могу сказать вам, сколько она длится? Уже поздно, мы написали. А есть трехчасовая версия. Я смотрела, у него очень много просмотров. Там что-то типа... Я думала, вопрос будет про это. По-моему, 145 миллионов там, или какая-то невероятная вообще цифра. Ну да, там... А она гипнотизирует детей? Потому что дети на повторе смотрят, и поэтому засчитываются за просмотр. Ну, я не знаю, честно, сколько там животных. Я тоже. Я могу сказать, что она длится чуть более семи минут. Ого. Ок. Тогда ок. Все, я все, я улын, и я уверен в себе. Олесь, ты тоже написала? Да, написала. Ну что ж, тогда... Сань, знаешь, как обидно, когда, знаешь, пересадили отличников на задние парты. Мы в своей Скуфляндии знаем ответ. Скуфляндия? Да. Блядь, туда в отпуск поеду точно. Первая подсказка. Сразу вам две подсказки дают? Да. В российской мультипликационной франшизе про трех богатырей на сегодняшний день вышло именно столько фильмов. Это мне... Мне не подсказало. Ни о чем вообще не говорит, да. Именно столько цветов располагается на традиционном цветовом круге. То есть не на нетрадиционном цветовом круге. Располагается другое количество. Я вот не тут, не тут. Что такое традиционный цветовый круг? Понятия нет. Что такое традиционный? Это радуга, иметь в виду? Нет. Это круг. Радуга это как бы полукруг. Ну, я-то не знаю. Итак, сейчас я читаю правильный ответ, а вы вскроетесь одновременно. Договорились? Мистер и миссис Смит. Смыть. Мистер и миссис Смит отвечают на вопрос про синий трактор. Да. Ну что ж. Наиболее рейтинговый мультфильм сериала «Едет трактор» с песней «По полям, по полям», вышедший в 2015 году. Посмотрели на ютюбе уже около двух миллиардов раз. Серьезно? Обалдеть. И в своем прицепе трактор перевозит 12 животных. Ровно столько же цветов в цветовом круге. Как ты догадался, Игорь? Уже да. И столько же фильмов оказывается в российской мультфраншизе про трех богатырей. Я просто написал номер квартиры. Раз, два, три. Поехали. Давайте покажем это. Одиннадцать. И семь у Игоря. Мы поздравляем Олесю. Это было круто. Спасибо. Реально здесь, как говорится. Почему ты решил вот так, скажи мне вот только одно, почему ты решил пойти в Ол-Ин? Потому что это интереснее. Как мы видим, да. Но только для Олеси. Спасибо тебе за игру. Всех остальных к столу прошло. Давайте вернемся. Я хотела написать двенадцать. Вот я думал, когда мне хоть раз в жизни бы пригодилось бы знание о том, сколько этот ебучий синий трактор везет зверей. А ты реально знал? Ты реально знал? Мы были близки. Я слушаю это на репите. Я знаю. Два миллиарда раз. Само собой. Мы с Андреем говорили, он предположил десять, я девять. Олеся бы все равно выиграл. Все равно было ближе. Это потрясающая женская интуиция. Я не знаю, что. Хотя нет. Какая интуиция? Это интеллект. Я все-таки думаю, что там наушники. Интеллект? Это интеллект. Бля, какая она умная. И немножко астрологии, я думаю. Конечно. Олесь, мы поздравляем тебя с победой. Заслуживайся. Сука, блядь. А всем остальным спасибо за игру. Это Локсток. Увидимся. Пока.